всем привет благодарю как всегда всех тех кто пишет комментарии под этими моими роликами благодарю всех тех кто поддерживает материально и морально данный канал поддержать его очень легко под каждым роликом есть короткая инструкция можете оказать помощь поддержку а можете и не делать этого абсолютно вопрос не в этом вопрос в том что мы любим музыку я ее люблю слушать безумно с удовольствием о ней говорил а вы наверное с удовольствием слушайте если вообще слушайте если вообще смотрите потому что если удовольствия нет просто выключается и все да и не надо себя мучить продолжаю разговор который начал совсем недавно о группе которую я безумно люблю среди прочих всех которые я тоже люблю безумно но остановиться никак не могу когда заходит речь о группе yes что странно для меня любителя панк-рока любителя авангарда любителя джаза скажу так так вот я возвращаюсь к вышесказанному что музыку я слушаю очень разную и в больших количествах также как и все мои друзья все мои кстати говоря я достаточно редко смотрю музыкальные каналы в интернете но набрел на канал который ведет никто big nick такой большой такой человек у него очень много просмотров и он произвел меня очень хорошее впечатление я советую кстати говоря посмотреть big nick а потому что он как мне показалось является настоящим коллекционером в отличие от меня я коллекционер любитель я не профессиональный коллекционер я не упираюсь на образные специфические вещи а big nick он такой настоящий коллекционер в законе просто московский насколько я понимаю человек очень рекомендую очень рекомендую тех кто любит винил тех тем кто занимается винилом слушает настоящие пластинки очень советую посмотреть этот канал замечу что это никакая не реклама бегник мне ничего не не отстегивает за это я с ним даже не знаком я впервые вчера увидел эти ролики в этом смысле достаточно бескорыстный человек и передаю привет бегнику если что от многих-многих санкт-петербургских винильщиков коллекционеров я думаю что много общих знакомых у нас но разговор пиес я продолжаю в прошлый раз я говорил вот об этой пластинке риллер которая меня потрясла в детстве я повторяюсь из предыдущего ролика то повторяю то что говорил тогда я открыла для меня музыку во все ее широте высоте глубине и во всех прочих разных измерениях опять повторюсь если beatles для меня открыл рок-н-ролл в широком смысле в глобальном смысле этого слова как открыл так и закрыл между прочим об этом тоже я попозже расскажу то есть открыли музыку как таковую не рок-музыку не рок-н-ролл не блюз ничего такого а музыку как таковую через если пришел и классической музыки хотя я достаточно мало слушаю не очень хорошо с незнаком но слушаю с удовольствием у меня есть достаточно много пластинок я иногда и на концерты хожу даже мне эта штука мне эта штука нравится ну вообще через рок очень много людей людей пришло к симфонической музыки не я один такой ну и к джазу конечно к джазу через рок-музыку я пришел чему безумно рад наслаждаясь этой музыкой собираю и не очень хорошо ее знаю по сравнению с теми кто ведет специальные программы о джазе я их слушаю мне очень интересно но я так поверхностно знаком но тем не менее объем определенные есть так вот и с 74 год риллер говорил я больше восторженно нежели как-то так предметно об этой истории и сразу я перейду к альбому я не просто так достал я сейчас вернусь перейду к альбому вот этому going for the one 1977 год пластинка не менее убойная чем риллер который я считаю взрывным альбомом и ставлю его выше всего что было записано до этого даже мне нравится даже больше чем класса dh больше чем фриджайл но вот просто просто это конечно это взрыв мозга а вот эту пластинку когда вышла через три года после риллер она мне кажется она мне кажется продолжением вот этой штуки хотя она другая но тем не менее как то вот эти два альбома для меня лично они срастаются в такую диалогию в лебединую песню в общем группы из потому что после going for the one и я заиграли совсем другую музыку то есть все осталось на месте голос андерсона остался вейкман остался крис сквайер остался все 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 на местах и звучание такое же но музыка изменилась музыка стала музыка стала поп-музыкой очень качественной высококачественной высочайшего качества высо-высо-высо сверх высочайшего качества но это превратилось в поп музыку в отличие от грандиозных сюит симфонических которые на этих двух альбомах присутствует хотя здесь это уже это уже такой не то чтобы шаг за черту но подход к черте уже подход к красной линии за которой заканчивается рок-н-ролл хотя рок-н-ролл закончилась значительно раньше а из одна из немногих групп которые вот эту штуку рок-н-ролль мы тащили все-таки внутри себя при всем симфонизме при все при всей сложности при всех вот этих делах все равно дух вот этот в них оставался здесь это последний удар такой удар под дых going for the one они отошли от почти отошли от грандиозных полотен хотя а вы к ним здесь на второй стороне это как раз вот та самая лебединая песня это наверное самая красивая большая суета группы с и они сами об этом говорятся они говорят что это наверно лучшее из того что мы сочинили лучше из того что мы записали и она не нравится гораздо больше по встречам close to the edge чем все ранние дела но не больше чем релеер не больше хотя они достаточно разные здесь играет патрик марас на клавишах я уже говорил и музыканты есть говорят что желая это ну на 50 процентов творения патрика мараза а вторая сторона это вообще его взлет подъем и все что угодно sound chaser песня первая на второй стороне которая начинается с арпеджио мараза арпеджио это он наиграл арпеджио это он наиграл на репетиции когда только пришел в группу вместо вейкмана и они стали импровизировать что-то наигрывать ему поставили наброски sound chaser он просто так что-то наиграл и наиграл так здорово что вот эта репетиционная запись была приклеена к мастеру уже к окончательной версии sound chaser и мы ее можем слышать здесь вот на начале этой безумной песни безумнейший вот эти фортепьянные клавишные точнее дела переходят в адские барабаны алана уайта потом басовый въезд потом гитарный потом сумасшедшая гитарная соло стива хао одно из лучших наверное его выступлений в качестве гитариста приезд и потом большая большая часть где патрик марас играет на клавишах такой настоящий фьюжн местами даже очень похоже на группу return to forever чека корея неожиданно для ес вдруг пошел такой джаз рок в общем в общем здесь все что можно а здесь пошел уже рок патрик марас не справился с этой штукой потому что прошло три года был большой тур все отдохнули все записали посольному альбому пришла пора писать очередную пластинку под маркой ес музыканты собрались стали записывать это что получалось не ложилась совсем не стыковалась с манерой мараза он поиграл никому это не понравилось включая мараза то что получилось в результате когда сложили игру мараза с музыкой смут с новыми песнями с не клеилась совсем и мараз был уволен но нет хода без добра через некоторое время он пришел в группу moody blues и появился вот этот шикарнейший альбом long distance voyager группа the moody blues о котором я поговорю отдельно а записывать то надо было и артисты вернули вейкмана и вейкман вписался как нельзя лучше свою привычную домашнюю группу с которой он работал давным-давно уже много-много и записывал и концертировал и все-все и являлся таким если не брендом группы ест очень привычным лицом в этой группе и получилась пластинка на удивление с одной стороны сложная с другой стороны очень простая для восприятия очень роковая надо сказать что going for the one песня сама по себе она вообще начинается с гитарной гитарного въезда стива хао который напоминает чака бери просто ну а потом пошло уже пошел крис сквайр пошел алан вайт пошел вейкман и запел андерсон сверху вниз очень очень красиво очень здорово красота описанная три длинных песни на первой стороне going for the one это просто хит что для из вообще странно того времени просто рок хит следующая песня после going for the one это у нас там там до сенчеры баллада андерсона красивая под акустическую гитару которая переходит неожиданно в тяжелую такую роковую сюиту с почти авангардным джазом который начинает играть вейкман путаясь с гитарной партией хао какой-то такой возникает хаос из которого группа благополучно выплывает как всегда как она умеет свою неземную красоту и третья вещь параллели параллелс вейкман играет на церковном органе и надо сказать что это первый опыт онлайн записи альбома потому что вейкман играл в настоящей церкви на настоящем церковном органе а группа сидела в студии довольно далеко от этой церкви серьезно далеко так не не на соседней улице и одновременно они играли записывали музыку а связь с церковью с микрофонами которые были у органа шла через высококачественную телекоммуникационную линию то есть ну фактически по телефону вот такие были уже телекоммуникационные линии в то время существовали и этого совершенно не слышно кажется что вейкман тут же все вот играет все рядом все здорово все звучит очень качественно записано очень тяжелая песня параллели очень роковая неожиданно для из на второй стороне у нас wonder stories wonder stories песня андерсона полет сознания просто полет души полет сердца полет духа и а вы к ним вот эта самая sweet а про которую музыканты говорили что это лучше из того что мы записали это как вам сказать для тех кто не слышал те кто слышали все понимают и так эта демонстрация мастерства музыкантов ес в том смысле что они показали себя большими специалистами по работе со слушателями то есть они манипулируют слушателями так что волны адреналина которые в слушатели слушателях поднимаются они поднимаются бесконечно чем ближе к финалу вот эта волна адреналина меня до сих пор это пробивает до мурашек вы камин эта волна поднимается и мне кажется что уже все вот я получил этот самый полный кайф но потом меняются аккорды идет еще одна волна которая оказывается больше предыдущий а потом еще одна которая еще больше а потом еще и откуда что берется такого количества чистого кайфа как в песне а вы камин я не встречал пожалуй что нигде могу сказать такую вещь то есть они большие мастера в нагнетание в нагнетание удовольствие практически физического удовольствия от прослушивания этой музыки но я уже не говорю о том что безупречная и удивительная гитарная соло в середине стива хау здесь удивительная мелодия которую поет андерсон чудесная игра на том же самом церковном органе рика вейкмана грандиозный грохот в первой части когда все играют тут хау играет на гитаре барабан и гремят потом раз полная тишина и из тишины басовый риф две нотки тут и пошло пошел орган пошел орган и пошла вот эта самая волна адреналина которая захлестнет с головой под финал и просто в ней тонешь и получаешь неземное удовольствие физическое поэтому очень рекомендую этот альбом если кто-то не очень хорошо себя чувствует или наоборот себя чувствует хорошо хочет еще лучше то послушать гонфо дуван от начала до конца обязательно прийти к а вы клин она идет минут 15 если они боюсь соврать но она длинная достаточно и уже там просто захлебнуться в восторге и просветление духовном любови сердечной ко всему окружающему миру и физический просто вот такой вот экстаз адреналиновый засим пошел пить пока